Продолжение следует... До обеда прилечь на эту подушечку и отдохнуть. Полчаса у меня есть времени. Сейчас как раз обед. Она меня ждет, чтобы привалиться вот так вот сбоку, вздохнуть. И мы дрыхнем так вот в обед. Я также на бок. И Рада на бок. А потом у Рады привычка ложиться все время в ногах. А мне хочется повернуться на другую сторону. Я, естественно, убираюсь в нее. Приходится манипулировать на эту сторону. Вот так вот. Теперь я здесь, она там. Сейчас я только засну, она опять подползет. Уляжется у ног. И все. И мне уже не будет вариантов для этих манипулирований. Или как их назвать. Понятно, короче. Перевернуться сбоку на бок. Ладно. Все. Улеглись. Теперь вот так вот. Вот так Рада, вот так я. Сейчас она глянет, что непорядок. Хозяин переместился на другую сторону. Будет опять подползать. Почувствовала, что меня нет. Она меня спиной чувствует. Дверь на теплицу привезли. А эти же охранники сразу же. Сполошились. Что такое? А Максик пошел принимать. Лирик уже на пенсии. Он уже не принимает ничего. Раньше он принимал. Когда дом строили, он, конечно, был завхозом. Когда еще Марсика не было. А потом он передал себе полномочия Марсюшке. Ну, Марсик, видите, там. Что бы ни привезли, что бы ни увезли, Марсик всегда будет принимать. Все, принял? Молодец. И бежит мне закладывать сразу же. Хозяин, я принял. Все, дверь привезли балконную на теплицу. В количестве одна штука. Пусть уезжает. А ты мне колбаски за это дашь? Дашь мне колбаски? Я же принял дверь. иди, Марсик. Попердам. Мирка, я вообще-то обещал Марсику колбаски. Тебе я не обещал. Ты дверь не принимала. Марсюшка, что она проскочила? Машина выезжает. Вот так вот и обед у нас прошел. Хотел полежать. Тут машина приехала. Разбудили меня. Радочка вышла на улицу. Эти заскочили в дом. Лежал так хорошо. Ну что? Наверное, тот, кто имеет бульдогов, не имеет свободного времени. Как-то так. И чем больше бульдогов, тем меньше свободного времени. За колбасу они уже забыли, что я обещал. В дом попали. Это вот они всегда так радуются. И за меня забыли. А у нас сегодня, видите, какая накидочка новая. То были розовые, а сегодня были на рынке. и взял такую беленькую цельную. Лирик тоже хочет в дом. Но в доме бывает только, когда бульдогов не бывает. Когда они спят, он заходит. Я уже показывал ролик. Он тоже бывает в доме. Но по отдельности. Знаете, как говорят, мухи и пиво всегда должно быть отдельно. Ну вот мой обед уже и закончился. Начался в 12. Уже час. А мне надо одеваться и идти на работу. Но идти мне надо только до ворота. Дальше я буду ехать. Все. Успокоились. Теперь надо их как-то выманить. Я же пообещал Марсику колбаски. За неимением колбаски пришлось отрезать сыр. А за неимением сыра пришлось отрезать дыньки. Пошли быстрее. Какая рынца. На что обманывать. Обычно я на лепестки роз это делаю. Выходите. Марсик, ты заработал. Ты заработала знаешь чем? Своей настырностью. Рада. Рада, ты где? Рада. Ради остался кусочек. Марсик, тебе. Что? О. Ливик, ты отказался. Ну, все. А тот кусочек, который остался, я отдам ради. Все. Пошел я на работу. Сначала доворот, потом там стоит машина, сажусь в машину и еду на работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова